Всем привет, ребята, меня зовут Дэйл, и добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня, ребятки, мы с жителем пришли отдыхать в лесу. Поздоровайся, житель. Всем привет, подписчики. Ну, вы уже поняли, да, ребятки? Мы уже сделали себе палатки. Вот, даже житель сделал палатки, и даже он в своей палатке стоит, да, как говорится. Ну да, Дэйл. Да, да. И вот здесь у нас общий сундук. Внутри находятся некоторые вещи, вот эти мои вещи, а вот это, ну, общий, общий, пока что. А житель уже использует свои вещи, как там инвентарь у него всё есть. Ага. Ну, вот так. Кстати, житель, сколько дней мы будем, как там, переночевать в лесу, как ты думаешь? Ну, я думаю, один. Один? Ты чё, совсем что ли? Давай сделаем три, чтоб было хорошо. Давай лучше один, чтобы ничего страшного не было, а то нас полки укусят или какие-то призраки придут. Ну нет, житель, ты не боишься таким, не будь таким трусливым, давай лучше три дней. Ну, не знаю даже, что сказать. Я же здесь, я же игрок всё-таки, я тебя защищаю, как говорится. Ну, хорошо, я тебе верю, и я буду начать на три дня, только я тебе верю. Ну, молодец, житель, молодец. Фух, ребятки, теперь мы будем отдыхать вот в лесу три дня, и, ребятки, как мы будем выживать с жителем, смотрите это видео до самого конца. Давайте, ребятки, что я должен сделать? Как там, ну, охоту сделать? Да, ребятки, давайте всё дело будем вот так брать, вот брать, брать, вот это тоже брать. Телефон на всякий случай будем брать, чтобы общаться с жителем. Одеваем всякие брони, так-так-так. Всё, ребятки, я только что оделся, нормально выгляжу вот таким образом. Вот, вот, меч буду взять, нормально, нормально. Житель, я на всякий случай свой телефон взял, как там, будем разговаривать, если я буду потеряться, или ты будешь потеряться? Ну, да, да, давай, ты будешь дать еду, чтобы как-то нам было не голода, а я буду как-то ещё укреплять наши палатки. Ну, хорошо, житель, тогда я тебе понял, давай-давай, будем встретиться, как там, с телефона, как говорится, не знаю даже, что сказать. Ну, что ж, ребят, вот так и начался наше выживание, давайте, ребятки, немножечко добудем дерево, чтобы было отлично, давайте вот так, вот так, вот так, а хотя, зачем дерево, ребятки? Ну, реально, зачем? Ну, я же должен не сказать, как там свои предметики, ну, типа, вы уже поняли, да, ну, типа, что? А, типа, ребятки, как там еды, ну, бараны, овцы и так далее, и где бы мог эти вещи находиться? О май гад, я нашёл какую-то большую пещеру, как он назывался, я не особо разбираюсь, и точно, как говорится, забыл. Так что, ребятки, оставьте ваше мнение в комментариях, а то, ребятки, немножечко слажновато разбираться в таком. Ну, а мы продолжаем, ребятки, найти овцы, не знаю даже, что сказать, но вот эти нам нужны, ребятки, почему? Почему? Украсить, чтобы было хорошо, свежий воздух, ну и так далее. Всё, ребятки, две штуки, я думаю, хватит, и где большой гриб? Нормально, нормально, или добыть, или не знаю. Давайте, ребятки, будем добывать, что-то ничего не выпадет. А, я выпал, не знаю. Ребят, это что такое? Постойте, это неужто я нашёл деревню, ребятки? Неужто я нашёл деревню? Это не деревня, ребят. Это что такое? Посмотрите, вот здесь одна комната, здесь вторая. И здесь какая-то остановка, как говорится, не знаю даже, что сказать. И большой домик. О, даже жутковато становится, ребятки, не знаю даже, что сказать. Может зайти сюда, ребятки? Может что-то интересное внутри? Да, ребятки, давайте зовут жителя, чтобы не было немножечко страшного. Давайте наберём вот так-так-так-так-так. И давайте, ребятки, ждём. Ложитель, привет. Я Дейл, как обычный. Давай, прийти ко мне в лес. Я тебе скажу, что я нашёл какой-то необычный домик. Ну, давай, житель, мне так много вопросов. Давай, просто приходи сюда, а то мне немножечко страшновато туда входить. Это заброшенные дома. Погоди, Дейл, погоди, ты сказал заброшенные дома? Ох, Дейл, давай просто будем сидеть в палатке, отдохнуть. Давай, мельче, я могу. Ну, житель, ты как обычно трусливый. Давай, иди сюда, давай, ты чё? Я сказал, что я трусливый. Ну, давай тогда, житель, останьте трусливым, как там говорится. Ты не знаешь моё дело, давай просто иди сюда. Давай, я включаю. Всё, ребятки, он вообще трусливый житель у нас. Зря я взял такого трусливого жителя. И остаётся только я буду входить, ребятки. А то вы уже знаете, да, что сказать. Ради контента, ради подписчиков я готов на всё. Всё, ребятки, давайте начинаем. Обзор, как говорится, немножечко страшного-то. Ну, окей, ребятки. Первое, это комната. Это комната. Открываем. Ничего обычного. О май гад, здесь много паутины. И что здесь такое? А вот здесь что? Что? Давайте, ребятки, у меня вот здесь уже есть. Вот так. Давайте, что это такое? А, ребятки, я понял. Я понял. Давайте закроем. Всё. Всё, я понял, ребятки, что здесь находится. Здесь туалет, ребятки. А здесь, я думаю, тоже туалет, да? И да, ребятки. По сути, туалет. Но постойте. Это мужской или женский? Короче, ребятки, не знаю даже, что сказать. Извините, если я зашёл в женский туалет. Как говорится, извинения, извинения. Даже на улице, ребятки, уже закат. И после этого уже ночь. Нужно поторапливаться, ребятки. Нужно поторапливаться. А то страшно. О май гад, там много предметиков. Позже будем смотреть. Здесь паутины всякие, как говорится. Здесь сиделка, чтобы сидеть. Скамейка, да? Типа, ребятки. Это реально, да, остановка, похоже. И вот здесь у нас большой домик. Как вы думаете, ребятки? Будем заходить сюда, шиньки? О май гад, ребятки. Здесь так много вещей. Давайте будем заходить. Раз. Два. Три. О май гад, ребятки. Уже страшно становится. Чё-то страшно становится. Уф. Здесь кто-нибудь есть? Блин, ребятки. Кажется, нету. Эта заброшка. Нету ничего. Давайте немножечко будем сделать обзор. Здесь есть топор всякий. А, здесь же есть. Как там свет? Давайте включим. Уф. Всё, ребятки. Нормально стало. Нормально. Давайте здесь есть кактусы, светы, ну и так далее. Цветы опять. О май гад. Яблоки, морковки. Сундучок, который не открывается. Ну, окей, ребятки. Это что, сломался что ли? О май гад. Этот свет сломался. Ну, понятно, ребятки. Давайте это тоже включим. А, ребятки, работает. Давайте вот. Нет, ребятки. Это здесь тоже сундучки. Но не открывать. Есть ещё всякие вещи. И всё, ребятки. Давайте вот это тоже вот так делаем. Всё, ребятки. Стало светло. Нормально. Да, ребят? Мне кажется, ребятки, это магазин. Да, ребятки? Похоже на магазин. Реально, ребятки. Здесь ещё сундучок. Давайте открываем. Да, ребятки. Я был прав. Здесь был магазин. Здесь нету никого. То есть заброшенный. А деньги-то остались, ребятки. Если никто не против, давайте будем взять, ребятки. Никто же не против. Здесь нету никого. Заброшенный дом. Ну, бумажки мне не нужны. Но здесь книга. Стоп, стоп, ребятки. Что здесь описано? О магазине. Автор. Мы в Алексей. Михаил Варварович Алексей, что ли. Не знаю даже, что сказать. Но похоже на то. Давайте, ребятки, читаем. И что сказать? Давайте открываем. Оу. Здесь записка. Давайте иногда читаем. Добро пожаловать в магазин под названием Сара. Магазин открылся в 2017 года. Здесь имеется все, что вы хотите. Не забудьте оплачивать ваш покупок. Всего доброго. Ну, я понял. Здесь о магазине, ребятки. Написали о магазине. Ну, окей, ребятки. Давайте оставим все дело или дать. Или не знаю, ребятки. Давайте просто будем взять. В последнем буду дать в полицию. И что сказать? Но как это открыть, ребятки? Здесь что-то интересное. Или не знаю, что сказать. И, кстати, ребятки, здесь топор. А почему бы и нет, ребятки? Я буду взять этот топор. Блин, ребятки, паутина мешает. Вот так будем взять топорчик. Вот так. Вот, ребятки, я получил. Теперь, ребятки, будем сломать. Где этот первый сундук? Давайте вот здесь будем сломать. Нормально, нормально. Давайте вот так будем сломать. Вот здесь так. И все, ребятки. О, здесь тоже вещи всякие. Уголь, ребятки, на всякий случай. Мне будет нужен, когда мы же в палатке лежим на 3 дня. Здесь вешалки будем взять. Это тоже мне принадлежит, что, как говорится, маяк. Нужен будет, ребятки. Обязательно будет нужен. Многие покупки будут. И здесь какая-то записка. И всякий дыхлам. Давайте будем это читать, ребятки. Давайте вот так. И, оу. Читаем. Когда открылся этот магазин, все было хорошо. Но вдруг в магазин пришли банды. Взяли мои покупки. И, эм, ребятки. Я не очень даже понял. Короче, ребятки, когда открылся этот магазин, все было хорошо. Покупатели покупали свои вещи. Но вдруг в этот, как там, автору Алексею или, да? Акре Алексей, да? Да, Алексей. В автору Алексею пришли какие-нибудь банды. И что случилось? Я не знаю. Продолжение. Может, его грохали, да, ребятки? Но здесь второй структ. Давайте открываем и читаем. Давайте вот так вот это сломаем. О, нормально, нормально. Открываем. И здесь обычно. И, оу. Срезубец мне нужен. Книжки, ребятки. Я не хочу немножечко учиться. Так что, ребятки, давайте этого оставим. И здесь... О, ножницы мне не нужны. Здесь и хлами все такие. И давайте, ребятки, здесь опять записка. Давайте открываем и читаем. Сказали, чтобы я дал им бесплатно. А, ребятки, здесь продолжение. Давайте читаем тогда, не отвлекаемся. Я сказал нет. Они сказали, что я пожалею. Сказал уйти отсюда. А то я звоню в полицию. Они ушли. И, ребятки, ждет нас продолжение. Ну, окей, ребятки, я уже понял. Ну, короче, ребятки, я немножечко понял. Я вам попозже буду объяснять. А пока что, ребятки, найду третье продолжение. И я, кажется, нашел, где находится третье предложение. Ну, не предложение, а продолжение. Да, ребятки. Продолжение. Извините, ребятки, за такую ошибочку. Так, 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 открываем. О, нормально. Давайте открываем сундучок. И здесь тоже всякие вещи. Ну, это будут взять жители, ребятки. Он как там предатель как там. И здесь кирочка. Ну, нормально, ребятки, будет понадобиться. Здесь лестники. Зачем мне лестники? Давайте оставим их здесь. О, май гад. Продолжение. Давайте, ребятки, читаем. И вот так. Стоп, ребятки. Вы тоже слышали это? Ребят, мне кажется, или кто-то пришел за нами. О, май гад. Даже страшно. Вот это, ребятки, становится. Давайте продолжаем читать. И настал вечер. Я, как обычно, закрывал магазин. Но эти бандиты пришли за мной сзади. И... Нет, ребятки. Продолжения нет. Но, ребятки, можно написать. И меня грохали. Да, ребятки? Черт, черт. Шутка, шутка, ребятки. Просто шутка. И, ребятки, кажется, этого Алексея грохнули, ребятки. Эти бандиты. Но зачем они не грабли, как там свои, как там необычные магазины. Ну, не знаю даже, что сказать. Но, ребятки, все было так. Давайте, ребятки, я вам коротко объясню, что было такое. Ну, короче, открылся этот магазин. Название магазина Сара. Ну, короче, его как там открыл. И всякие было хорошо. Покупки были совершенно успешны. Но вдруг, ребятки, пришли какие-нибудь... О, вы это слышали, ребят? Постойте, ребятки, вот так сделаю камеру, чтобы было хорошо. Мне кажется, ребятки, кто-то пришел. Мне кажется, кто-то пришел, ребятки. Что-то, ребятки, немножечко страшного-то становится. Окей, ребятки, продолжаем. Или нет, ребятки, давайте на улице. А то я не хочу остаться здесь. Ребятки, давайте просто уйдемте отсюда. Не хочу брать эти вещи, ребятки. Срок уже вышел. Но как здесь выбраться? Топора невозможно сломать. А, стоп, ребят, у меня же есть кирка. Ух, ребятки, вот это мое спасение. Давайте вот так открываем. Так, 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 так. Быстрее, быстрее, быстрее. Ломайся, ломайся, ломайся. Ух, ребятки. Ух, ребятки, я наконец-то свободен. Давайте, ребятки. Или отключить свет. Давайте, ребятки, просто отключим свет, чтобы без палева было. Давайте вот это тоже. Вот так. Давайте вот это тоже. Вот так. Быстрее, быстрее, ребятки. А то здесь пройдятся духи, которые остались здесь. Давайте. Вот так. Все, ребятки. Просто уйдемте отсюда. Просто уйдемте отсюда. Где, 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 где? Дверь, 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 дверь. Вот это будем взять. Вот так. Нормально, нормально. Теперь закрываем вот таким образом. Все, ребятки. Просто уйдемте отсюда. Где я пришел? Вот сюда я пришел. Давайте вот идёмте тут дальше, пойдёмте к жителю, по дороге вам объясню. Ну, короче, ребятки, где я остановился? Короче, ребятки, всё было успешно, покупки продавились, как там, завершенно, успешно, ну всё и так далее. Но вдруг, ребятки, к этому Алексею пришли какие-нибудь банды. Эти банды, как там, мне кажется, были бандитами, да? Плохими людьми. Они взяли многие покупки и сказали, чтобы им дал бесплатно. Но Алексей немножечко, как там, злился и не хотел им дать бесплатно. Сказал, что нет, если вы не уходите, я звоню в полицию. И они сказали, что он пожалеет, но он просто сказал, я сейчас звоню в полицию, и они просто ушли. Он немножечко обрадовался, и настал вечер, он, как обычно, закрывал дверь, но вдруг за ним пришёл банды. Сзади его пришли и вот так просто пришли, вот так, вот так, вот так убили, да, ребятки, вот так, с мечом или не знаю, да, как, ну, короче, убили. Вы видите, да, ребятки, здесь нету продолжения, вот, значит, его убили. Ну, короче, ребятки, мне было обидно в этом, как там, Алексею, как говорит, вот уже я пришёл в колодку. Ну, короче, ребятки, мне было жалко к Алексею, ребятки, так что поддержите его лайком, ребятки, чтобы не было немножечко хотя бы грустно. Ну, короче, ребятки, нужно срочно спать, ребятки, а то, ребятки, я хочу просто спать. Давайте это будем вот так сделать, чтобы было хорошо, а то я очень даже устал. Давайте вот так, фух, ребятки, всё. Всё, вот такой у нас сегодня видос получилось, ребятки, если вам понравилось, то только что ставьте лайк. И не забывайте, конечно же, подписываться на мой канал, здесь и здесь выходят, ребятки, очень крутые ролики. А также, ребятки, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые крутые интересные видеоролики. Ну что ж, ребятки, а с вами был я, ребятки, нетрусливый, хороший человек. Меня тоже добавь? Окей, ребятки, жителя тоже добавим, но хотя бы, хотя бы. Ну что, ребятки, а с вами был я, меня зовут Дэл, и со мной был житель, вон там сидит, вот-вот-вот, сейчас я вам покажу. Вон там сидит. Ага, вот я, привет, привет. А всем удачи, всем спасибо и всем пока.